И так, ребята, всем привет, и мы продолжаем читать мод под названием пацан с фиолетом, и у нас последний вот такой вот, а, имеется, раздел, если можно так выразиться, для любителей кошечек. Давайте-ка мы с вами начнём. Первый день, поехали. Окей, хорошо. Жду тебя у домика. Так, что-то-то-то что-то такое. Я-это-это я? У меня большие проблемы? Ну да, я вижу, что уже что-нибудь всё в порядке. Помоги мне. Ты не материться умеешь? Ещё бы, она твоя затульпа. Я принимаю твои привычки, материться, к примеру. Воу, а вот ты тут какими-то судьбами? Это твоя любовная галлюцинация, её не существует. Я существую. Нет, дорогуша, на тебя видит только Семён. Да, но ты как её видишь? Я тоже, Семён, не забывай. Помоги мне. Я в большой опасности. Исправь её. Объясни, что к чему. А вот слушай, я не вправе тебя остановить, наверное, настоятельно посоветовал бы тебе не помогать ей. Либо ты тоже можешь быть в опасности. Не понимаю, о чём ты. Она в твоей голове, понимаешь? И она хочет втянуть тебя в свой своё воображаемый мир, где ты тоже можешь быть заперт. Помоги мне. Пожалуйста. Пусть-ка девочка заплакала. Ой, ну давай ещё и сопер распустим. Как я должен тебе помочь? Ты должен исправить меня. Эм... Что? Она не сможет тебе объяснить, как я не смогу я. Я знаю, что только те же... Я знаю только, что те, кто согласовывает ей помочь, больше вообще не возвращает до следующего цикла. Только его придётся убрать. Кого? Человек, который говорит с тобой. Не понимаю о ком ты. Она проголоса. Зачем? С кем ты не пойдёшь? С кем ты не пройдёшь? Куда я не пройду? Туда. Куда-туда? Давайте к вам пожаловать при всеми. Так, давайте просто всё объясните, и я помогу тебе. Помогите мне без объяснения. Я не знаю, что они со мной сделали. В общем, сам решай. Но я своё мнение высказал. Чувак, я доверяю пионеру намного больше... Чувак, я доверяю пионеру намного больше, чем ей. Её мы всё-таки впервые видим. Ты должен мне помочь. Она ничего тебе не должен. Будь ты граб добра, перестань плакать. Ладно, помогу. Что надо делать? Серьёзно? Да. Сначала нужно исчезнуть. Пионер, убери голову. Так, чтобы потом мне не пришлось говорить моё любимое, а я уже говорил, я предспрошу. Ты уверен, что хочешь помочь ей? Даже я не знаю, что и когда тебя может сдать. Что и когда? Ты единственное, что всего сделать это. Блин, вот бы ты хоть что-нибудь рассказала. Я ничего не помню. Любил свет и осознание того, что я, это я. Ты всё ещё не ответил. Уверен? Уверен. Убирай голову. Хорошо. Пионер исчез. Закрой глаза. Зачем? Глаза закрой, блин, я сказала. Ладно, чё орать-то? Я досчитаю до трёх? Блин, мне уже страшно. Раз. Да и не такой-то. Мощный удар пролетелся именно в висок. В висок развенело. Ай, какого хрена? Убирай, потому что пытался открыть глаза, не получилось. Что происходит? Вдруг ему обслушали шаги? Кто здесь? Он ничего не слышал, кроме собственного голоса. Кроме собственного эха и шагов. Есть кто живой? Чёрт, мы крыло стерли ей память. Думаешь, она вспомнит что-то? Понятия не имею, честно. Но лично мне не хотелось бы считать этот эксперимент неудачным. О, а он таковым и является? Чё-то по всему и является. Ладно, нет-нет, нас нету слишком долго. Лишь скоро линейка, возвращаемся. Берёмся сюда после обеда? Обязательно. Надо же доделать начатое. Постегни её хоть. У неё когти, она развелась ремни. Есть смысл? Но, может, и нету, как знаешь. Всё, пойдём уже. А куда-то. А бить-то её зачем? Ну, надо же её на каком-то порубить. Она всё равно в отключке. Да. И что это, блин, такое? Ау-у, блюдки. Вы меня слышите? Гандоны. Первый, наверное, перед ним резко предстал пионер. Весь в крови. Он стоял чуть долго до собычного и начал. Любил, я же предупреждал тебя. Что? Помощь мне, чёртов. Для тебя всё прилетело по наклонной. О чём ты? Тебя уже не вернуть. Прощай. Надеюсь, тебя убьют первым. Кто? Дальше углоток воздуха. Чёрт. Пить-то как охота. А, это загружка. Во. Всё. Это загружка. В чём ты готов, он чувствовал, что его горы застрали еноты. Водички бы. Он... Встал и начал глядываться. Автобусная остановка? Серьёзно? Так, надо найти воды, ребят. Нормильно поплёс в сторону ворот. Она оттуда вышла девочка. Привет, ты новенький? Мы уже ждали тебя, чёртно. Поторопиться не мог? Так, стоп. Что хрена она тут делала? Почему-то с ней всё в порядке. Что молчишь? Может быть... Что молчишь? Может быть будешь отвечать, когда с тобой говорят? Он пришёл в себя. А, да, извиняюсь. Кто о тебе господи говорить умеет? Я ещё как в стеклу? Ладно, меня Юля звать, а тебя как? У меня Смёрт. Ой, какое имя противное? Что-то не нравится? Да, имя твоё. Да, прости уж не выбирал. Ладно, жить можно и с этим... Ладно, жить можно и с именем похуже. Юля, например. Юля резко применилась в лице и тихонько начала. Вообще-то обидно. А девушка всё-таки... Она едва ханкнулась. Мог бы и помягче его. Ты сейчас серьёзно? В первой встрече с 4 июля я себе надеемно не нравилась. Ты, блин, стоишь и поливаешь меня говном, а когда я отвечаю тем же, ты просишь мне быть помягче. Материться быть не было необязательно. И грубить тоже. Я так-то нормально с тобой разговаривал. Да что ты тогда разговаривал? Что я вам молчал, как в кухне мой. Юля усмехнулась. Не, я реально сейчас воткру. А значит, вообще знаешь, что она порвала плот моего воображения? То есть, если я всё-таки круглый глазах, хорошенько напрягусь, она вообще всё противопадёт с этого места. У меня на проекте. Правда, ты позже для сна выбрал. Ну да ладно. Не, ну ты реально подпочтал? Или что-то потом из-под глаза накрыл? Да, минимум она всё-таки настоящая. Так, слушай. Давай обезличить демагогию. А куда мне сейчас надо? На три весёлого глубокого. Она ещё шире улыбнулась. И что ты сама нафиг пойдёшь, если не загрнёшь свои слюшые рот, поняла? Да. Юля была в шоке. Поняла или нет? Поняла. Уже лучше. Куда мне надо? К вожатому. К вожатому? Да, к вожатому. Себя смущает что-то? Только свой существование, если честно. А помимо него? Тот факт, что есть вожатые, а не вожатые. А что в этом плохого? Пока что ничего. Ладно, пойдём уже. Через какое-то время они так и пришли к домику вожатого. Здесь он живёт, значит. Да. В общем, сам и дальше сам, а я пойду. Что там всего наихудшего? Надо ли тебе какую-нибудь кличку придумать? Ой, иди уже. Юля ушла. За всю мою мяну подошёл к двери. Я постучался. Открыто! Он ушёл в домик. На кровати на валяна развалёт какой-то парень, держащий в руках книгу. Но он не видел его лица из-за того, что он держал где-то против него книгу. Он изначально клянул на название. Как манипулируется на ней у людей. Интересное счастье, наверное. Что хотели? Вожатый говорил, уткнувшись в книгу. Я новенький. Мне бы подреселиться где-нибудь. Вожатый сразу брал книгу и встал. Семён взорил и выгляделся у него. В переднем, что я высокий человек, примерно с именом ростом. С темными волшами, порывшими на глаза и закрывающие их. Семён, да? Да. Вожатый протянул Семён в руку, он поджал её. Я обожатый ленин твоего отряда, Леонид Николаевич. Вот такой голос у него. Тоже где-то я его слышал. Вот оно как. Леонид Николаевич, значит. Да. Я смотрю, он уже форму где-то достал. Да так. Есть свои приходы. Это хорошо. Сообразительность мы с ценим. Семён Тиманом бегло и откинул в гляну в комнату. Ничего не изменилось. Что это за реальность? Прошу её прощения. А вы вожатый самого отряда старшего отряда? Да. А как же Ольга Дмитриевна? Кто-кто? Ольга Дмитриевна, она тоже вожатая. Хм. Так я их тоже не знаю. Я, естественно, вожатый самого старшего отряда. Да? Да. Ещё вопросы? Я вправду нету Ольги Дмитриевны. Но пионерка одна есть. Насчёт ответа очень кто не уверен. А в нашем отряде моя помощица? Помощица? Да. Эм. Зелёными глазами? Да. Лол. Что? А Виолетта едет случайно тут? Ты провёл её что ли? Офигеть, куда я попал? Да, при неё. Что же принято с нашего отряда? Она медсестре помогает. Нет, 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 нет. Не может быть. Можно задать крайне глупый вопрос? Глупых вопросов не бывает. Вожатый лобнулся. Хорошо. А какой сейчас год? Ты же 979-ый. А что? Что нафиг? Так, стоп. Виолетта 27-ый. А Виолетта 24-ый. А Виолетта 24-ый. Виолетта не может быть в этом отряде. Виолетта как раз подходит. Или она... Ужас, сука. Напиздила, прошёл бы ужас. Ну, да ладно. Ещё какие-то вопросы? Или последние? Где я буду жить? Виолетта прочитала репу. Хм. Вопрос хороший. А потом я знаю, что всё по свободным домикам. Но вон та кровать стоит свободно, поэтому пока будешь здесь. Виолетта показала уже на кровать Семена. Хорошо. А ты чё без вещей-то? Да, как-то не получилось. Виолетта странно. Пошёл посмотрим на него. Ну, ладно. Будь по-твоему. А ещё. Заранее хотелось бы спросить. Что? Если вам все виолетта разрешали курить, поскольку родители разрешают. И где тут можно будет покурить? Фух. Слава богу, так курящий. Что? Да я тоже курю. Но эти поважаты примерно надо. Например, для остальных хочется такая субординация. Я всё равно покуриваю на автобусной остановке. Ну, а ведь я же в ком или в ночи прямо на лежике у домика. Лепота. Да, неплохо. Надеюсь, ты никому не расскажешь об этом. Да не, это ваше дело. Хорошо. Пойдём, идём покурим. Пойдёмте. Какие куришь? Космос. Семен достал пачку и показал её. Ух ты, сигареты куришь? Эм, да. Ты что? Божатый достал пачку из кармана. Папиросы. Белокомарка на вот. Он серьёзно? Пробовал? Спрашиваешь. Можно же на ты? Да, можно только наедине. При всех на вы. Окей. Семен открыл пачку, мне остались 3 штучки. Семен Божатый увидел это. Большего у тебя нету? Нет, что-то я не учёл это. Ну ладно, на денёг хватит. Ладно, это всё что у тебя есть? Да. Расскажи мне, юный друг. Расскажи мне, юный друг, как же ты собрался растянуть три папироса до конца этой смены? До конца какой-какой смены? До конца этой смены? Ты не скажу, она повезла, что у меня особо два блока папироса. Не-не, погоди. Вы же до конца смены. Обкус возле лица ворота у меня не впадало. За это время она уже успела испугать Семена. Но он всё время ходил только с этой эмоцией. Ты чего, дружище? Я не понимаю. Я опоздал, чуть-чуть, дыхать чуть позже, чем надо. Мир заканчается через 6 дней. Что? Ксения на всех 6 дней. Аккуратно перед нами зацеливать. Так, приглашаю тебе это успокойствие. Что, не так? Да нет, всё нормально. Попробуй, пожалуйста, правильно это у вас что-то. Не бывает. Ворота распространял Семена папироса. Угощайся. Спасибо. Ворота на лёжник с сигаретами. Я не знаю, что ты прикурил. Разрелка? Всё себе. А может, как в Северной карьере, то я пищу не пользуюсь. Так, надо подумать. Надо подумать. Такие 6 дней. Уважатый на вечерах как мембрази. В порядке? Что, да. Ворота? Может, тебе что-то всё надо? Да нет, вроде. Всё нормально не паркнет. Ворота. Хорошо, так знаю. Что-то я за зажигалку не допекаю. Давай посмотрим. Ворота, что с чистой вкопа стянули я не до зажигалки. Может, все кино не странно. Си. Ну, так, знаю, раз. Да, братчик, я не вернусь в придёшь. Кто-то её обратно. Кто-то знает. Ворота отдал Семена зажигалку. То есть, я забрал её в карманы. Слушай, это тоже точно нормально. Ну, пойдём тогда ознакомиться. Эм, куда? И с кем? Возвращаемся в грязничестве. Сейчас скоро обед будет? По пути можно встретить кого-нибудь из твоего отряда. Люди уже знакомы. А, да, необычная девочка. Улыбка. Моя вожатого седло до суда рогнулась. Это я уже понял. Они затушили папиросы и пустив в сторону столовой. Они остановились на площади. Вокруг ходили они за неизвестные симеоны-пионеры. Кто эти люди? И у кого-то мне придётся снова прожить тут неделю. Да ещё и в новом лагере. Поверить в это не могу. Вон девочка сидит на лавочке. Он сегодня уехал в сторону. Это Маша. Она из твоего отряда. Маша, значит. Пойдём к ней. Что? Пойдём знакомы, познакомлю тебя. Зачем? Лукаврат его чуть расширил. Ты сняешься, что ли? Нет. Раз не сняешься, тогда пойдём. А я подожду к девочке. И снова, здравствуйте, Мария. Маша отвлекалась от книжки, которую она читала. Ой, здравствуйте, Леонид Николаевич. Так, такое ощущение, что я это где-то уже читал. Но я уже не помню, что я делал вообще. Что-то вы что-то хотели? Я же всё свои ликосяки отработал. Больше так не буду. Косики. Девочка явно имела на нервах. Успокойся, дорогуша. У нас просто в тайну века прибыл. Пришёл тебя с ним познакомить. А, фух. Маша выдохнула три минуты. Она, она милая. Я просто думала, может, ты ещё где накачачиваешь? Зачем ты тут накачачиваешь? Она у нас добиться всякие пакеты учнили. Из-за этого ей приходится наказывать. Наказывать? И каким же образом? Страх изюхать. Но у вас противного пожарства стоим. Она у нас для любителей краси... Ээээ... Красиворота и Силенди. А, понятно. А я думаю, он пришли, я буду. Ты обедать не дёшь. Ты что, пойдёшь? Глобода, читай только. Парк отечественные книги. Что-то странно. Ну, не зануду на название. Они всё равно ветром, серьёзно? Где-то я это уже видел. Ладно, я падаю на обед, а мы пойдём. Приятного аппетита. Спасибо. А если от Маши? Давай пойдём поедём. А, через какое-то время они такие пошли к туалу. Во, это два... А это два морга этого лагеря. Один из них, частенько, выручает меня. Они подошли к двум парням. Утро доброе, ребята. О, здорово. Как? Сыть! Ой, то есть... Доброе утро доброе, Алиссиний день не твое вещь. Доброе... Доброе утро. Ах, серьёзно? Эм... Ворота сжата повернутся к Семёну. Ну, это тоже между нами, окей? Без проблем. Это она... Ой, я за методами к Сибергеев, или как? М-м, ху-ху... У-ху-ху-ху. У-ху-ху-ху. У-ху-ху-ху-ху... Хрисон. У-х-ху-ху-ху-ху-ху-ху... Кто-то был в солтылу. Только я чуть-чуть расставил его за неё. Порошёвый начал. А, Максим? Будет можешь звать меня Макс? А, Вася? А, я дума... Я думаю, Расцам определил, как меня звать. Ой, не ерничай, а! Да ланте, я шучу. На Семёнке. Хотя эти пределы были нормальные. Дрысь слева мать, а железай права вася. Окей, вроде бы... вроде бы понятно. Квс на сцену покажет. А вы и правда маша оттуда за семьи? Да. Раши слова подостровывают, то они не пьют, а они всё равно привязываются друг друг на друга. Что им не нравится видеть тебе? О, а меня к Юре поселить не может, случайно? Вот всё, вот эта птичка пыхнет. Или меня. И видите, одну девушку живут девочкой. А пока не будет лайкой, она будет взлетать. Но что вам мешать, это не остальные, не официально. Но это вы умеете. У нас все не педики, но хоть это радует. Правитель находчивость. Не запомните, недопустимых женщин не существует. Недоступных женщин не существует. Существует неправильный подход. А это же от возраста и правда неплохо. Хотя бы лучше, чем у таких идиотов. Ладно, пойдёмте похаваем. Зоркий ход в школу, ход в себе невозможно. Тебе были успелились бы позрать. Парни, пардон, даже глупый вопрос, но вы социальные или... не кибернетики? Кто? Это болезнь какая-то или национальная? Не. Вы, честно говоря, кое-прочем увлекаетесь? Я увлекаюсь девушками, как и я. Но это не приходит поздно люблю. Оно и видно. А вот и длинный тисунчиков клуба существует. Что это такое-то? Дай губу, что у вас там находится. Какой дай губу? Ну самое первое дание отворота внутри лагеря. Там вообще уборная. Ахаха, что? Серьёзно? Да, но вы пока не построили. Но там есть мужские и женские кабинки. Эх, знали бы пелик, где они свои деяния проворачивают. Ладно, хотя бы на тему потянуто нормальное. Ладно, пойдёмте пообедаем. Да. Вдруг огромный поток пионеров всклынул из столовой. Да ладно, по-моему, пусть всё так стояли. Уже так и на многое. 20 минут. Не думайте сказать, что у него теперь поесть. Да, а то у него не может быть еды. Как и все мы. Не переживайте, я разбуду нам еды. Даже если она окончилась. Блин. А тут хотя бы есть нормальная мужская компания, слава богу. Эээ, верю бы опять же шли в столовую. А то ещё одна. Не переживай вас. А то вот ещё еда. Не переживай вас. Тюм, вон твои подруги. Леники в новом направлении. Это далеко Семеновна там оруги выглядывать их. Не может быть. Смотри по твоей подруге. Неплохо ты устроишься. Смотри по твоей подруге? Неплохо ты устроишься. Макс хлопнул его Семена по плечу. Я вас взял под мастерой. Что ты видишь? Иди покоряй их. Я? Ну не я же. Искачи с переводом у меня не пройти. Вдал как куча свободных мер. Эх ты, эти теря. Скажи, я сказал тебе подойти, потому что ты не новенький. Ладно. Семеновна подошёл к только девочек. Опа, ё-моё. Белова и Ольга Дмитриевна. Они не о чём-то говорили, но мы же с Семеном прервались. Вот чёрт. Это и вправду о них. Лео, ну чего? Заблудился пионер? Да нет. Что ты хотел? Он озанит, если что? Лео, ну чего ты этого сразу заатакуешь? Какими намерениями позвал? У него гору под пчелком. Как же она красивая. Алло, вылитая Алиса. А, он дубитра, наверное, я понял. Ну, так что с Ольгой мутить будем, чёрт. Алиса вылитая. Меня обожателем послал с вами подоконяться, а я... Ну, хотя она мне не импонирует, но что-то по приколу можно. Меня обожателем. А это Виола. Ой, привет, поднакомиться. Меня обожателем. Меня обожателем. Просаживайся, чё застыл? Ой, ну серьёзно? А что? Мы так и не договорили. Давай уже с ним подоконяться, а раз я не подпросил. А потом закончим. Хорошо, как кажется, кончим позже. А он не умеетелся. А с Веноми потекла слеза. А мутрико вытерла, я обожател. Что будет, всё в порядке? Всё нормально. Что-то без голоса было. Да, я теперь иногда с такими стекла глазами. Но я начал плетать, и дурно поднялся. Просто, что это так, тоже трудно. И сразу возьми, я не ел, если хочешь. Кушай, кушай. Мы бы поаккуратнее при замахе, кинтус. А он поднял на меня взгляд. Местокий и тяжёлый взгляд. Желось удалось. И не надо смотреть на меня так. Возможно, я тебя яйца откусила. Но Виола. Програти так уже сговорю, пожалуйста. Ты прямолинчик, как такая скромная, или как? Так, ну-ка, тише. Я-то знаю, все твои желания. Вода ойёт. Виола, прекрати сейчас же. Ладно, ладно. Это я здесь сиделась. Пойду позанимаюсь фильмом. Как на воскосе, голубки. Да не обращай на неё внимание. Она немного странная. Желось пошла к себе. Знаю я. Знаешь, я откуда же. Ты такие люди сразу видно. А она просто своеобразная. И волосы не такая вредная, какую хочешь показаться. Ну да, на идее-то она очень спокойная и мурная девочка. И не только с тобой. Какой же приятный головой и голос. И как и тогда, только подпечатлявее. Потому что вожатого, если что. Да, слышал. Когда-нибудь издана Ольга Дмитриевна. Ольга улыбнулась. Надеюсь, я сейчас кончу и отъеду на этой. Конечно, я уверен. Спасибо за поддержку. Я стремлюсь к этому. Да и для тебя уже выйдет очень хорошая вожатая. Думаешь? Знаю. Ладно, сейчас у всех свободное время. Чего вниматься будешь? Даже не знаю. Хочешь прогуляешься. Но... И хочешь? И хочешь? Да? Зря я тебя привожу. Извини меня. Нет-нет, просто все жарко. Давай вечером. Вечером? Да, вечером. Просто романтичнее. Да, вечером просто романтичнее. Да, вечером просто романтичнее. Оу. Он даже смущал. Я романтичный, как я вновьду. Давай я. Ну, давай вечером. Хорошо. Где ты живешь? Парадовик из права твоего. Хорошо. Парадовик. Зайду за тобой вечером. Я буду ждать. Чего на улыбнулся. Даже кто-то мудрец у него здесь вожатый. Офигеть. Ладно, мне пора. Бывай. Я подошел к ребятам. А я ей говорю. Прости, девятка. Она твоя карачок из чертовки привлекает меня. Стояла я про то, что в сковородке, а не про ляжку. Ребята посмеялись. Ребята принесли посуду. Присяду? Конечно. Они в четырнадцать сидели за столиком для персонала. Ну как? Нормально. Биона не вредничала? Вредничала? Да ты не партия. Главное она поначалу всегда так. Да ты не партия главная. Она поначалу такая. Лола. А он откуда знает? Хм-хм-хм-хм-хм-хм. Ты тише ты. Оля еще не ушла. Ольга прошла мимо и улыбнулась Семену. Да ладно, Оля? Ну да. А ты не плох. Почему? А если ей все не нравится, она просто Виолу послать их. А если ей все не нравится, она просто хочет Виолу послать их. Виолу просит? Прямо при человеке же? Само не могу сказать. Странно, но при меня она не спросила. Значит, тебе не сказано повезло, дружище. Так, как говорится, после вкусного обеда, по закону Арсименда, чтобы жиром не заплыть, нужно срочно покурить. Ха-ха-ха! Ой, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ну пойдемте. Хотя тебе это не поможет. Адвинь, а. Я хотел бы мягкий. И неподвижный. Адвинь, Андрейс! Я хотел бы мягкий. И неподвижный. Ну не скажи. Твоя бы всю девушку была бы довольно. Хехехехе, неплохо. Блин, они реально прикольные. Курят, пенипедики, прикольно шутят, можно диалог подержать. Нормальные пацаны. Ну пойдёмте, покурим. Ребята встали. И через какое-то время они пошли к автобусной остановке. У тебя есть правда сигареты есть? Ну да. Именно достал пачку. Можем она поглядеть? Конечно. Мам, Макс, взял пачку в руки и начал влететь её. Блин, прикольно, да? Я тоже посмотрю. Вы сигареты что-ли не видели? Не, мы по папиросам. Улубка вообще пропала. Эм, что такое? Тут снизу пачка, тут снизу пачка надо изготовление. Упс. Написано, что в марте 89-го года. Какого-какого? Ребята смотрели пачку. Это правда 89-го. Ты правда пачку 89-го купил? Можем она чуть-чуть улыбнулась. Да нет, это басина. Это четко, наверное. Ну на, вы спросите, это всё равно. Макс открыл пачку. Блин, три штуки. Жаль, не стремнёшь. Доберите, без проблем. Серьёзно. Но вы же мне неосторожно стереть пулику. Макс перед сцами повернулся к Васе. Одно на двоих. Васе грома кивнул. Доберите, теряй, мне не толстый. Да не плачу, мы одно потеряем. Мы одобряем. Ваше вытянул сигарету и прикурил её спичками. Ох. Дай зацинуть. Ребята увлечённо курили сигарету. Эх, молодец, сюда же я только попирался. Вожат этих шепнул себе на ухо. А пачка я продавал из 89-го. Ихидно... Что? Сэнбрюк. Оргнул куда выжился. И вот это непонятное ощущение, что он вышел в транс. И кроме их двоих, не смотришь что. Нет, мне её добра дал. Серьёзно? Да. Да-да. Наверное, только на сборку. Я же говорил, что это батя, что это батя, наверное. Чёрт. Ну да, батя, но я навзял их брать. Ну ладно, будь по-твоему. Блин, что это было? Он на все четверки сидит, кроме страха. Какой-то он странный. Вообще-то не дурный, эти зеленькие такие. Ну да, по-сераму неплохо дало. Ладно, я пойду по своим делам. Давай, удачи. Ну а я пойду в древно, что ли? Я тоже. Бывайте, парни. Всё, слим. Так. Что это нафиг было. Я, пожалуй, разберусь своих мыслей. И выставлю, что произошло всё со мной в дерьмо, в том, что она на магическом порядке. И какой же, значит, ээээ... Что оно происходит? Сначала же я тут, а что-то случилось? Девочка, которая тут звать Люля, дал помощь мне. Задавный я, пионер, проговаривал. После того, как я срочно, вышел бы щитом, появился в нашем сознании, и сказал, что случилось по пизде. И какого хрена нам всё было... Нам было столько травище. Ладно, поэтому я с ним не очень. А что я тут непонятное дело, кажется? Кто-то на акуму растает, экстремент. Вроде бы это были голоса Базартова и Васи, хотя это нужно уже уточнить, чтобы в этом плане не в стыдном прийду, мне ему нужно показаться что угодно. В дальнейшем далее я встречаю эту ебанину, которая, как ни еще не бывало, появляется в этой информе и без этого думала как мой френок врата. Но я узнал, что я вообще на 10 лет назад прыгну, можно сказать, но что без этого я проебался. Но надо было лишь спать обратно, не уходить за непосредственностью, но почему-то Маска считает себя низкой, спасла обожатываться, а наверно знаете, что-то разговаривается кое-что, как у меня. Надо всего хоть какие-то родственные души здесь есть, можно просто топчешь, а в голову даже все топчек и топчек. Но я думаю, что это напоминает реалистическую судьбу из Божьего Версия. Ладно, пойду на постит, там всегда можно найти что-то интересное. Божья на постит Семен увидел ту же самую Маску, сидящую там же. Так что узнала, если в радио какой-нибудь близко, а контакт с Семеномеда лучше иметь. Почему бы ей не пообщаться, собственно? Семен-Семен подошел к Маске. Ему он казал, что она очень маленькая, прям крохотная. На нем были розовые волосы и маленький рост. Ну прям полуторашка. Всем привет. Маску отвезли к вас от Кеннины. А вот Маску мне импонирует. Если с ней можно будет замутить, то в принципе да. Привет. Я присяду, не против? Не против? Я присел. Так, и что дальше? Ой, да, но ноги не прибежать так, чтобы Маску... Маску смысл? Да, ты откуда знаешь? Действительно, откуда я знаю. А, да так, прочитал как ты на досуге. Кажется великолепно, согласно? Да, мне очень... Да, она мне очень нравится. Уважай, ты говорил, что ты пакистить любишь. Маска сразу сделала мне мое лицо. Эм, что-то это не так? Типа того. Что типа, типа того? Типа люблю. Так типа еду любишь. А тебе какое дело? Воу, чего это она? Поинтересоваться просто. Тебе и правда интересно это? Что именно? Люблю ли я пакистить, или ты просто не знал, что сказать, и ляпнул это? Сраб, пожалуй. Хм, ну так вот. Научись общаться с девушками. Что не так-то? Даже не скоро про леча спросил. Маша взяла брокинь книгу. До встречи. Она встала и ушла. И он остался один на лавке. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Видимо, придется дальше искать приключения. Многие привели его к домикам. По пути он встретил такого персонажа. Опа-на, какие люди. Ну как, освоился? Как того? С кем уже познакомился? С Вожатым, с Максом, с Васей, с Машей, с Сорей и Виолой. Неплохо. Ну и как тебе Маша? В плане? Пойдет на разок. Или все-таки побольше потянет? Или все-таки она побольше потянет? Что? Ну ладно, шучу я. Она хорошая девчонка. Жаль, что ее отселили. Стоп, что? Вожат уже говорил, что они не ладили. Тихая, спокойная. Она жаль, что про Машу. Но она тоже неплохо жить, знаешь ли. Хотя скучаю по Маше. Мы с ней прям как-то все в душу были. Она что, серьезно? А что, что тогда вода высора отселили? Не знаю, Вожат сказал так надо. Я спросил Маше, а она тоже сказала, что так надо. Ой, хотя я не понимаю, что я ей не угодила. Зачем я ей не угодила? Хорошо, я понял тебя. Слушай, а у тебя нет скучали совершенно не такой любви к кошечкам? А откуда ты знаешь? Не знаю, он просто спросил. Ну да, обожаю кушать кофе кофе. Но есть немного. Ой, я нашел тебя. Спортсмены сразу в ЗАГС. Эм... Да шучу я, раз не беспокоиться. Жаль. Или не шучу. Все зависит от тебя. Воу. Ну ладно, я пойду. Не скучай, красавчик. Если будет скучно, вон мой домик. Я тут ткну в направлении своего домика. Эм... Что ты имеешь ввиду? Из Расюга. Я дожаю два обвинения и... Ну поболтать там, посидеть, поделать что-нибудь. Мои двери всегда открыты. В шашки любишь играть? Не особо. А в настольной игре? У меня есть парочка. А мне просто скучноваться, знаешь ли. Хорошо, я подумаю. Ладно, я пойду. Увидимся позже. Юля ушла. У меня что в ступоре. Так. Тут явно что-то странное. Зачем уже от этих расселил? И действительно ли Юля не с кем поболтать по ночам? Или же она подожмевала несколько больше? Хорошо, что ведь хорошо. Все это очень странно. В ресторане обязательно подумаю над этим. Вхожу в домик к Юлии, надеясь, что ее двери всегда открыты. Иди вот. Что у нас стояло дело? Что у нас стояло дело? Что у нас стояло? Ой, извините. На прижаве я не сходу на все и другие. И стояла. Что у нас стояло? Что у нас стояло? Выйди! Встречаю на постановку. У нас стояло. Что у нас стояло? У нас стояло. У нас стояло. У нас стояло. У нас стояло. У меня успеет. Что тут дело? Голое. Не твое собачье дело. Не мере на пути. Мои домики. Я думал как раз и у моё. Я думал как раз и к мое. Я думал как раз и к чему. Если ты закричи стендиль. Я закричи за то, как раз в рот своей рукой. Гост, я утрен по его принялся. Закроешь? Закрою. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok И как? Что-ли-по-саму, не очень. А Вася вообще непонятно, чем занимается. Хотел бы я знать, что я его привлекаю помимо еды. С наукой и все... С наукой у вас как обтендела. С наукой? Да. И ещё, хотел бы хотел спросить. Вы не увидели тут девочку с кошачьими ушами? Важно, что я резко поменялся в лице. Да ладно, он умеет не улыбаться? Девочку с кошачьими ушами? У его дела в голосе не была некая дрожь. Да? Вроде бы нет, а что? Да так, ничего. Подсказали какие-то старые легенды о том, что здесь вот девочка-кошка? Увы, никто её не видел. Прямо-таки никто. Никто. У тебя что-то как с девочками? А, да-да-да, нормально. У меня вот небольшая дилемма. Ну-ка. Меня позвала погулять, Оля. И какая же тут дилемма? Ну ещё Виола, ну-ка, на кое-что наметнула сегодня вечером. Вова, серьёзно? Да. И ещё, мать меня почему-то тянет к Юле. Ха-ха-ха, вот ты даёшь. Я бы на твоей мечте, конечно, желаю, отправлю бы к Виоле. Ну-да-да-да, потому что Вали Баса Леонид, э-э... Ну, оно типа изнасиловывал Машу, если можно так выразиться. Я, как человек вожат, вообще-то буду протекать подобные диалоги и устраивать себе воспитательные беседы. Но мужская солиданность меня никогда не делает, поэтому лично я из всего этого выбрал бы секс. Можно неординарный вопрос задавай? Хотя я был секс с какой-нибудь пионеркой. Машей бы полюбаться. Вожатая у нас потеряла руку. М? Никому не скажешь? Нет. Рыжа вон прожённый. Не было. Давно шоу гнулся. Ну, на этой неделе, как-то, в предыдущих сменах не было. А так да, бывало пару раз. А ты с кем-нибудь из наших был? Из наших? Они даже трахаться не умеют. Ну, кого умеют, наверное? Былось они что-то? Нет. Откуда знаешь? Говорю уже, наверное. То есть, радиоарист подводит меня. А она выглядит так, будто умеет, умеет тебе трахаться. Ну и, в принципе, да. Ты, я смотрю, времени не терял? Взад и логнулся пошире. Вроде что делать будешь? В смысле? Я могу отлечь её. Но услуга за услугу. Имей в виду, что я резко занимаю боготворительностью. Да, по-другому ты не просто так с меня стреляешь. Но нет, вырывается другой вопрос. Стрельнуть кому-то попы в курить это богоугодное дело. Ну, знаешь ли? Я могу сказать ей что делать что-то? А ты будешь сдать её. А она не придёт из-за того, что я её не отпустил. Ты делаешь вид, чтобы обидишься, а она в итоге ещё и в долгу у тебя будет. А вопрос подвинения ты придумаешь сам. Он довольно умён. А я что тебе буду должен? Но сразу сказать не могу. По мере поступления каких-то проблем попрошу тебе помочь решить их. Ладно. Надеюсь, ты умеешь хранить секреты. Умею. Ну. Вот и славно. Могу вздремнуть? Конечно. А я выкрынули бычки. Они зашли в домик. Ребята, я собираю часиков до ужина. Окей. Но я люблю полтора часа до того, как я захочу покурить. Давай, работай меня лучше поразить. Как будто бы я сам не в столовой не шёл. Ах да. Возьми автомобильчики вымывали мои принадлежности. Знаешь же, где вы мывальники? Знаю. Хорошо. Пошпи пока. Семён родился и лёг в кровать. Как же офигенно под одеялом. А мне наутили не нравится этот лагерь. Даже больше, чем слой. Курящий, понимающий, вожатый. Вы нормальные пацаны. Смотри, Оля и Виола вообще, это вообще супер. Я не знаю. Он пробовал сошел. Он что-то в трону делал. Что-то макарелось в тёре и память. Что-то вошел на флэд что-то. Я к нему не знаю. Честно. Но если мне не хотел бы считать, это такие эксперимён неудачно. А он... Такому является? Судя по-воему. Судя по-суму является. Ладно. Наши нету слишком долго. Скоро ленинку. Утранщаемся. Вернёмся сюда после обеда? Обязательно. Надо это доделать начисто. Пошли не ехать. У неё когти. Она разговаривает только за термией. Легче не хватит. Ну, может и нету, как знаешь. Всё. Пойдём уже. Благодарю. Обидь-то её зачем? Ну, она разговаривает, как нафиг на кому-то пару купить. Она всё равно в артистах. Да. Свою мать. А вот ребята, голосария Анида и Васи? Не развлекаются. Помогите. Вот что я писал бы должен быть в тюборах. Это Юля? Пожалуйста. Я очень хочу пить. Эй! Что слышишь меня? Помогите, люди добрые. Не надо что-то ещё плачь. Я побольше не могу. Мне мешает хвост. Что? Хвост? Так. Что это, блин, такое? Ребята, кто-нибудь? Максим. Максим, помоги мне. Не ненавидывай меня. Она словно говорила через боль. Эй! Юля, это ты? Вот знаете, чего? Юля? Максим. Пожалуйста. Мне очень сильно... Мне очень больно. Умери мне. Зачем? Да. Да. За что? Что я вам сделаю? Взря это делал. Попец. 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 Эээ, что-то же. Вожатый вас в польце оплодит. Воздух членов у меня. Вы бегите за ними, токсинки. Что это вам делать, что-то и так, он сразу же убьёт вас. И продолжай свои эксперименты над людьми. Эксперименты? Да ты, жалко, секунды. Да блин! Это был просто Сон? Ух, я думал, что что-то поинтереснее будет. Слева закрывать эти валяются вожатые. Увидев, что с вами проснулся, он отложил книгу. Доброе утро, Соня. Утро? Что, что я с чешутом? Понимаешь? А, точно. Что же странные странные у меня сны? Время на бить желудок. Что-то какое-то время я не почувствовываю. Здорово. О, сколько лет, сколько зим? 0 зим, 0 лет. Что-то, ну что ты опять? Да не, вроде не гомосейки. Хотя, что ты знаешь? Ты мэрис. В шахты, в шахматы играл. А я все никак не могу довести диалог с юлей. Так, погоди, Вася. Ты в кем шахматы играл? Потому что боюсь с кем жить еще. Ты удивительный человек. Я знаю. А у тебя что с Юлей? Ну, видел, я ее решу поболтать. А она, типа, мне не до тебя, у меня дела, ЭРД и т.п. У меня надо, я сама заговорила. Значит, Макс на Юлю запал. Ладно, постараюсь не клеиться к ней. Пойдем, поедем. О, они же шлифтовывают. И опять к девчонкам? Да, пойду, переговорил. Ну, удачи, самец. Пойдем, взял под нос с ее едой и пошел за столикой Оли и Виолы. По пути он увидел Машу. Она сидела рядом с Юлей. Юля ей что-то говорила, но она ела. Откнулся с такими рядом со своей едой. Борогая их, он увидел Юлю и Виолу. А все еще занято? Пока что нет, может присесть, благодарствуя. Он взял и начал плетать содержимое под носа. О, все еще не придумал? Ммм? Ну, погуляет после ужина. А, он мимо лет откинул грязь на Виолу. Она улыбается напрямую, но смотрела ему в лицо. И он улыбнулся, Оля. Не придумал. Разумеется, кто подошел вожатый? Так, Оля, потом уже надо идти ко мне. Мне надо задать кое-какое задание. Какое задание? Ладно. Нам надо будет его обсудить. Тоже, у меня все-таки офигенный вожатый. Эхахахахахахахахахахах Он специально это сделал. Он специально хочет отвлечь Олю, чтобы мы с ней съели того. Ой, ё-моё. Обсуждание на долгим это денется? Да, на чатчик двадцать. Что? Ну а можно завтра? У меня планы просто. Да, и какие-то у тебя планы. Но... Я там это... Мальчику погулять всегда говорила. И куда твои мальчика не денешь? Завтра погуляешь. А сегодня зайди ко мне. Хорошо. Блин, ты же не видишь ли это? Мы завтра погуляем. Блин, а она милая, конечно. Милая, милая, милая. Оля всё-таки милая. Мне же любила у вас. Ну не знаю я. Как видишь, непредвиденные дни обстоятельства. Хорошо, погуляем завтра. Вот и славно. Ещё раз извини. Матурой извинись. Она доела. Ладно, пойду. Сразу-разу-разу к нему, да, и правда, что-то что-то, что-то, ладно. А он же ещё и не доел. Но всё равно она прогуляет. Ладно. Что-то их рук дело. Что? Погоди, неправильно спросила. Ты вот это делала? Сам, ты о чём? Ты попросила его отмазать, чтобы зевелять от гулянки с ней. Наверное, она ловнулся. А ты неплох. Да ладно, не благодари. Благодари, позже будешь. Куда мы пойдём? Проходи. Да тише ты, чё ты кричишь-то. Вообще знаю, что у нас сегодня будет всех. Да и что это такого? Окей, ну давай не будем кричать всем подряд об этом. Скажешь, мой господин. Ракета Семёна начала нагреваться. Моя боевая головка уже готова к взрыву. Подожди. Продерживай боевая головка, чтобы не взрывала раньше нужного. Непременно. Мы с двоём пойдём? Ну не, я ещё хотел в душ ходить. Так можем в ветх ходим? Плохая идея. А так выстрекай к себе зашкаку? Хорошо. Знаешь же, где баня? Знаю. Иди туда, когда ешь, я приду скоро. Хорошо. Я встал и отъёшь посуду. Он прошёл к воротам. Это самое. Папирожки не будет? Спрашиваешь. Что твоё же дело же? Уходишь что ли? Погоди нас. Мы сейчас быстро потушу эту тарелку и всем вместе прикурим. Да не, парни. Мне там по делам надо. По делам? И мы подняём браску. Воу. Ах, вот оно что. Папирожки я зато не заберу. Я зато не заберу папиросы и положу все мимо на в район огромный карман. А дальше тебе хищник. Завтра расскажите, что было. Конечно. Он ушёл покорил и пошёл в баню. Чёрт даже волнует. Ни что не может портить этот день. Он был бодренький. Я бы его ждал секс. Евген Салам. Ха. 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 Евген, приветушки. Приветушки, Евгень Рох. ХАХАХА. Ха... Вот это не здан, вот это не здан... Офигеть, потрогающий. А пока он ушёл, он уже стемнел. Эта кота заверишь к варить его Юлия? Почти дверь вошли его с ног. Эй! Блин, что она творит? Помоги мне, они бегут за мной. Кто бежит за тобой? Они опять попытаются делать это со мной. Затишите, не ори. Объясни, что происходит. Ай, убьют меня. Спаси меня от них. От кого? От парней. Кто? Нельзя тут оставаться, пойдём со мной. Пусть я бы рад на мне оттуда. Пожалуйста, поехали. Аначе я не убью тебя. Чего кого суток? Да хрен тебе. Ладно, хорошо, пойдём. Пусть планеты там. Не на сегодня все? Да не знаю, не знаю. Возаторе его рыбачки. Вы умстили, если понесо он не уйдет. Пожалуйста, не надо больше. Как это не надо? Который перекурил, который проходил его. Она предоставлена будет. Она предоставлена будет. Она вообще не хочет. Мне нужно подошать. Потихоняйся. Слышите, даст. Вы можете спеть в этой группе, но она не существует или нет. Она разрушена. Теперь или мне нужны хорошие рекомендации. Или я? Теперь или меня нужны хорошие рекомендации и характеристики. Но я не знаю. Вы не знаете, что я наоборот. Понимаем меня? Она не не существует. Понимаем меня? Или я? Она не будет. Она будет. Вот она попросила, как я вынял встроен в глаза. Вот спаунер, я подозрю. Вот они же сказал назад. Он, боже, он по ней уже запустил в зеркаливаю. Вот он, да. А я вам потратил, что спирит в тайге. Промойте я понятия, что. Или, скидывая, я поняла, что я поняла. Но, боже, я все-таки знаю, почему пора. Что он будет знать. Не знаю, он будет что. Он, что-то. Я его хотя бы ранее видел, но я бы не видел этих мест, за что это не ваше. Нас, не в этом времени, но вы держите их на вас, нервничайте. Ну конечно же, почему он всегда в тюрьму рыбачку? Может в этом, в его лагере вычините праву? Хотя, не ваше дело. Вы ругайте меня, а я там не знаю. А что ты вот все в тюрьме? Хорошо, брат, я хочу ладить. Что же, в тюрьме, ты давайте ладить? Я хочу ладить, я хочу ладить и ладить. Я хочу ладить и ладить, я хочу ладить и ладить. Ну пожалуйста. Эх, ничего у тебя жить не лучше, Маша. Брат, ты за блог и подошел на нее. Нет, только не это. Жёстко, жёстко, жёстко. Успокойся, я рядом, надо шить. Юля подошла к двери и закрывала ее на ключ. Зачем ты свет включил? Вдруг они сюда придут? Успокойся, я скажу о тебе. Это я для тебя всех проебываю, это во-первых. А во-вторых ты выглядишь как сумасшедшая. А в третьих? Объясни мне уже, блин, нормально, что происходит? Хорошо, они говорят за мной. Кто? Ребята? Какие ребята? Василий Максим, зачем играться за тобой? Я не знаю. Вы же ко мне под чем на ужин? Я сказал, что они хотят на свой салат. Я даже согласилась здесь сего. Я уже в каком-то непонятном бункере. В каком бункере? Как тебе объяснить? Тут есть второе здание. Буквально пару лет назад прикрыли. Как второй корпус? Да. И откуда она про бомбоубежище знает? Ну что и правда ее там держали. Окей, а ваше тут при чем? Я в шумсе в бункере. Ваше стоило с веревками и на остаде лежали какие-то впрышки. Она хотела привязать меня. Я спросил, какого черта происходит? А он? А он? Юлия едва спустила. Юлия едва спустила следу. Он сказал мне не двигаться. И все? Нет. Он сказал, не двигайся, тебе не будет больно, ты ничего не почувствуешь. А второй сказал, что ухожу. Он растянул в руках веревку и показал, что он хочет задушить меня. Я ударил его, и он взялся. Что? Ты? Вася? Да. Как же ты его ударила? Ногой? Ногой? Еще интереснее. Ногой ваше слабое место. Ах, вот оно как. Да ты даешь. И пока он нажимает, даже говорит, что будет убивать меня, я убежал оттуда. В чем те, я нашел по какой-то лестнице, понимаешь, убежал, а потом нашла тебя. Понятненько. Я уверен, что он имеет мне там быть, но почему мне все кажется, это чем-то странно. Семен? Мм? Что ты мне не веришь? Он глупнул. Нет, 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 пожалуйста. Только не говори, что ты с ними. Так, успокойся. Я впервые в этом месте не понимаю, о чем ты. Я пытаюсь разобраться, имеют ли ты говори слова смысл. Мысли имеют ли мои слова смысл? Юля была в бешенце. Семеном все так же так же был спокойным. Тише, господорогая, не паникуй. Сядь, я обними меня. Что? Она говорит, сядь, я обними меня. Бестович. Юля села на кровати, если я рядом с Семеном и обнимаю его. Молодец. Стой, давай по порядку, убежать. И без всех криков, пожалуйста. Она отдышалась. Ну, в общем. Я просто заливаю, что меня не хотят. Они хотят поставить на меня какие-то эксперименты. А мне какие-то эксперименты. Кто они? Мальчики. Только Васи и Максим? Вроде бы да. Кто-то взяла это. Просто зачастую замечаю, что я забываю, как я возвращаюсь в домик и ложусь спать. А я просыпаюсь, Машка как всегда грустная, а я вообще не помню, как я после узнана тут оказалась. А теперь, когда я уже была одна, мне стало еще страшнее. Я рядом, не переживай. Только за кекс. Только за кекс. Только за кекс. Смело обидно. Ну, а мы просто застрелим спать и дождемся утра. Да давай. Семен выключил свет. Начал раздеваться. Я ничего не вижу. Погоди секунду, к темноте привыкну. Кому сложите в одеты? Я без засекайся к хомусту. Но только если ты сама не принесет. Но только если ты сама не захочешь. Он лобнулся. Юля? Она спрашивает как к интернету. Где она? Я понял, что не видел, чего это Юля. Юля? Он сейчас все цели пропал. Как начать? Это же самое? Он еще хочет. Он заедет. Как так? Ты куда делаешь? Как это делать? Как это делать? Копа нет салайцы. Придется я до вас и кэнер. Он лежит на земле. Не лежит сами на земле. По пять раз почувствую. О, путь. Риская. Слъощем. У мужикова не суррается, тескал. Но... Арать по ясу отдалову? Куда это он? Идиоты. Я ртянул ластера путь. Дороги свои яйца взлетают. А мне... А тебя я решила как сделать, если ты потратил еще пять. Хорошо. Может меня же там не было? Может меня же там даже не было? Сколько я делал, что там даже не было? В общем, я не знаю, что вам постоянно будет вытерять. В общем, я и не собираюсь. По лапу тебя нужно убирать. Я вкратил секс, что она не будет умановаться. Справа. Извиняйте, наверное. Малыш, я понял, Юля, я закрыл теперь путь. Тяжелая. А ты как думаешь? Давай, Лёшкин, двое. Давай я помню. Хорошо. Законит меня, самое плохое. Малыш, он менял на аккурате и флакал. Затем вычислить из него. Ладно, берись, как хочешь, я прошусь. А вот это все зарепутируем. Малыш, я знал, сочи. Он понимал, что я чувствую неправильно, что он ее ударил. Малыш, я не знаю, что гваска, верно? Малыш, я не знаю, что договорился в столбе и сходу. Так и было. Вот офигенно встанет. Малыш, я уже домика. Но, по-моему, на рейне горе было очень темно. Надеюсь, мои бойцы там справились? Леонид скинули на домик Юлия, там горел свет. И как это понимать? Он примерно подошел к домика Юлия. А он не обошел его, чтобы заглянуть в окно. Там одевался Семен. Он одевается? Что он там делает? Почему он для этого делает? Ворота занялись. Так, не дай бог, эти придурки выпустили ее до утра. Он ушел из домика. Курить охота. А вот тут я вовремя. Возьмение от лица Семена. Вдруг из здания откуда, куда налишовался вожатый. После вслух, он потянул пачку дыма Беломора. О! Держи, зоноты. А что это он тут делает? Погащайся. Малый вытянул папиросу и прикурил ее. Какой ты нервный. Улыбка вожатого пугала Семена. Да не. Да-да. Что ты там делал? М? Ворота перетолол бац. Что ты там делал? Где? В этом домике. Он кирнул на домик Юлия. А, да так. Все. Что-то он сейчас натошит. Не могу сказать. Не могу сказать, что это что-то такое, что я не могу знать. Я тебе еще не настолько сильно доверяю. Окей. А если я спешу тебя космодрата, я не твой друг. Что мне не друг? Еще и Семеннах может быть. Шаршунов. Что ты делал в этом домике в такое время? Что должен быть скрывать? Ах так, дайк. Я выдохнул, думал, что от сигареты пришли, я не лезть. Это утро хороо. Я дро пионеркам всех пороха, которых только мог предоставить. Я давал ей в рот. Не, даже не давал. Забил ей в самую сборку. Довольно ли я ничего не давал? Эх, хех. Ну вот утро смеялся. Ой. Очень важно. Это моя система. Ага. Семен не понимал, как ему на это я ледил. Харш, все. Плохи мне, если ты на этом делал, а твое дело. Но другой вариант развития событий мне тоже неплох. Семен не стоял и улыбался. Он выкинул пучок. Ладно, пойдем уже. Время ночи. Погнали. У нас Юли хоть был? Да нет, а не с Фиолой. Разнование от святого жертвы. Фиола? Серьезно? Я как же ты попал туда? Я же сказал, что ее домик всегда открыт. Я попросил ее на ужин переночевать на Маше. Ах, вот она как. Я как думал, переночевал? Еще бы. Я говорю, а где ей еще быть? Ну да, в принципе. Как же ты глупый на Юель, мои друзья. Ладно, пати хватит. Через какое-то время они все пришли. Ммм. Через какое-то время они все пришли. Семен. Ммм. А как ты его, кстати? Плохая, очень даже неплохая. Ну ладно. Затем я не знаю, Семена. Можно открывать. Вот это выключил свет. Доброй ночи. И тебе. Так. Что это было за... Что это было, нафиг? Это он как будто все хотели что? Или почему он такой странный? Как же он меня только не споръезжает? Ну да ладно. Утро ветер мандриняясь. Посмотрим, что будет. Он уснулся. Итак, первоначальная фауна не задаваясь. Мы должны дождаться главного и не предпринимать никаких мер. Думаешь, мы сможем сделать ее брата человеком? Сульфидной груды для обработки осталось мало. Я не думаю, что мы исправим ее. Мы сделаем это на время. Мы или он. Ну да, ему смысл нам ждать, если он все равно не делает, делая то же самое. А это че такое? Я напомнил, что ему опять перемещаешься с знакомым и классным. Хотя знаешь, ты прав. Ну давай до начала ночь с утра посядать. Ладно. Надо же поверить, как он их сделал. Да, я постараюсь. Я попробовал на нем. Ладно, секунду проживался. И сразу я вроде бы напрочь забылся. Просто не уверен, завтра посмотрим. Но она и человек не сложнее будет. Понимаешь? Ладно. Заряжаем машину. Мы были спустны всякие звуки. По типу ударов металла. Стой! Подпроверю уровень заряда. И это что? Да блин! Уже позже. Принесли. Свои хори. Блин. Ладно, успокойствие и только успокойствие. Правда почти не беда. Да, вот только... Что значит? Наверное, но кажется... Черт, макарева что ли ей память? Вероятно. Но уже она вспомнит что-то? Я это не имею, честно. Но то есть у меня не хотелось бы читать. Рыжка к перемерке удачным. А он такого не является? Или почему не является? Ладно, что у нас нет там слишком долго. Смотри, линейка. Возвращаемся. Таааак. И что это блин такое? Алло. Я вообще ничего не слышал. Ну что за гребаный сны? Почему я все расстною? Он расщепнул себя. Да ладно. Я не сплю. В смысле? Но у тебя уже хвост. Что происходит? И что? Это разве не странно? Почему я не контролирую свое тело? Кто это говорит? Разумно все нормально. За тобой бы следил лучше. Да? Это впервые. Мне сказали, что еще 7 дней впереди. Я натыкаюсь на такое естественное. Я удивлюсь. Что значит не странно такое? Так, в случае. Давай я буду раздавать одного из мущества на. Сзади? Черт, что? Что это блин такое? Его дарили по затылку. Тааак. Будет ли я нафиг что-то на накмане? Как-то не должен был видеть себя. А он открыл глаза. Ух, это просто что? На том белке у кровати лежала записка. Устав на линейку. На завтра к ней опаздываю. Надо будет поговорить. Леонид. Ладно. Он встал. Это не ночь, а дурдом какой-то. Уже начинаю жалеть, что тут уготился по помощи. Молодежь умывая, наверное, на первонадельности. Умывший пошел к столовой. Он пришел чуть раньше нужного. Горно еще не было. Ну, знаете что? Я уже все устал чисто начитывать, читать, поэтому... Ну, по состоянию посмотрю. Если все нормально будет, я продолжу читать. Ниндок нет. Потому что все-таки... Мы уже прочитали само описание пацанское лето. Сейчас мы уже читаем чуть-чуть дополнение к ней. Поэтому вот так вот. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok